Адам Тихоновна, наша мама, 90 год, ты понял? Она же не одевается, она живет же в Куртинике. С кем она живет? Она не разговаривает, не попитает, не покушает, не помоется. Кто за ней будет ходить? Банки забрали, банки забрали. На защиту названной мамы подъезда сбежались все соседи. Из квартиры пенсионерки пятеро неизвестных мужчин вынесли вещи и мебель. Взбудораженным жителям объяснили. Теперь здесь новые хозяева. Якобы дочь старушки продала им квартиру. Несколько лет назад Яна Гончарова взяла в долг 10 тысяч гривен в кредитном союзе. Деньги нужны были на ремонт. Взамен женщина отдала документы на квартиру. Рассказывает, сначала исправно выплачивала кредит, потом заболела и задолжала 42 тысячи гривен. Потом я говорю, давайте же мне документы мои. А он говорит, документы полежат, пока, мол, будете выплачивать, мы вам отдадим. Квартиру вашу никто не забирает. Я не смогла там месяц заплатить и все. Началось давление. Они приходили ко мне домой. Они без конца звонили несколько раз на день. Объявление в газете «Частное лицо даст взаймы» стало для Яны спасением от кредитного союза. Женщина говорит, новые кредиторы выкупили ее из долговой ямы. Однако взамен, чтобы быть уверенными, что женщина им деньги вернет, оформили договор купли-продажи квартиры. Женщину обязали выплатить 18 тысяч долларов. Ежемесячно нужно было отдавать по 800 американских денег. Если же выплат не будет, то она должна освободить квартиру и выписать оттуда свою мать. Не считала, не видела, ничего. И осталось ни копия у меня, документы, ничего. Я осталась, когда я очнулась, я у этого нотариуса в коридоре, в вестибюле, и все, возле меня паспорт. И больше никого нигде нет. По договору новые соседи должны были поселиться здесь еще летом. Однако наведываться в квартиру начали после Нового года. Дверь взломали, вещи вывезли. Новый хозяин Эдвард уверяет, женщина его обманула. Получается, что меня обманули. Яна Николаевна меня обманула. Обещала бабушку забрать и съехать, но не забрал и не съехал. Поэтому придется мне досматривать до конца дней. Я же меня выкину на улицу, правильно? Однако местные жители уверены, их новые соседи – мошенники. Люди говорят, хоть женщина иногда и выпивала, но никогда не буянила и за мамой прекрасно ухаживала. Не верят и в то, что Яна могла заложить квартиру. Денег нет. Чтобы они говорят, что ей дали 20 тысяч – это огромнейшая брехня. Ну, настоящая брехня. Чтобы 20 тысяч долларов за каких-то 8 месяцев все пропить – это невозможно. То, что Яна попалась на удочку мошенников, уверена и юрист Светлана Артюшкова. Говорит, по распискам видно. Женщину обманули и ввели в несуществующие долговые обязательства. Нужно срочно обращаться в суд о признании данного договора купли-продажи квартиры недействительным. Одно из целевых назначений этого иска будет наложение ареста на имущество. И никто в процессе судебного разбирательства не сможет продать это имущество. Несмотря на запреты милиции, присутствие журналистов и представителей районной администрации, новые хозяева установили в квартире железную дверь. По словам соседей, новые собственники уже ходили по подъездам и предлагали продать двухкомнатную квартиру вместе с 90-летней бабушкой за 26 тысяч долларов. Яна Кончарова говорит, будет отстаивать свое жилье. Уже обратилась в прокуратуру и суд. Вы пришли мне, мешки кинули под это. Собирай свои шмотки и выметайся. Мы будем тебя выгружать сейчас. Верните наши деньги и мы вам отдадим квартиру, а она вам не нужна. Верните наши деньги, которые мы вам дали. Яна Кончак, Павел Кубраков и Евгений Педин, медиагруппа «Объектив».